Накануне состоялось награждение лучших работников сферы спорта. Во Дворце Единоборств чествовали тренеров и спортсменов, которые показали хорошие результаты в прошлом году. В мероприятии принял участие глава региона Яролы Тыгжанов. Во Дворце Единоборств прошла торжественная церемония награждения деятелей спорта, тренеров и спортсменов. Руководитель ответственного ведомства Евгений Гончаров отметил, что прошедший год был достаточно богат на спортивные достижения. Также в регионе было начато строительство и дано в эксплуатацию немало спортивных объектов. В плане инфраструктуры мы построили 5 физкультурно-деревительных комплексов, что является очень хорошим результатом. За три года мы построили 20 спортивных крупных объектов в городе, так и в области. У нас основной акцент, естественно, у нас сейчас на развитие сельской инфраструктуры. В 2023 году у нас 23 переходящих объекта, поэтому это послужит большим толчком в развитии физической культуры и массовости на селе. Тюминская область показала рекордные 6 олимпийских лицензий и бронзовую медаль по вольной борьбе Нурислава Масанаева. На будущей олимпиаде мы постараемся показать не менее лучший результат. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны спорта, руководители спортивных школ города и области, а также их воспитанники. Ташкент. Я участник олимпиады в Токио. Последний раз участвовал в чемпионате Азии в Ташкенте. Он проходил в командной и в личной программах. Этот чемпионат имеет немалый рейтинг в мире. Сейчас я занимаю третье место в рейтинге. В церемонии принял участие Аким области. Ярла Тукжанов поздравил участников мероприятия с праздником Амал, поблагодарив их за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. Я благодарю всех за вклад в развитие казахстанского спорта. Когда наш флаг поднимается на международных соревнованиях, это большое достижение. Всех поздравляю с праздником Амал. Этот праздник не просто слово. Это день сильных духом тех, кто помогает, поддерживает. Праздник тех, кто мог вдохновить своих братьев, родных. Это не просто традиция, это наша история. Сила духа, мудрости, интеллекта наших предков заслуживают того, чтобы этого не забывали. Наш народ – это здоровая, интеллектуально развитая нация. Поэтому спорт – это неотъемлемая часть жизни многих граждан нашей республики. Участники были награждены грамотами и памятными статуэтками. Зарина Удбанова, Миржана Манджолов, телеканал «Октюбе».